Дошутились. Встреча с медведем в этом году стала едва ли необязательным ритуалом путешествий по России. По Уралу так точно, сообщают многочисленные тургруппы, предпринявшие этим летом походы по одному из самых популярных туристических маршрутов на Северном Урале на перевал Дятлова. Вот такая у нас ситуация, некрасивая получилась. Встретились мы все-таки с Тимуром, с Мишкой. Опа, на нас бежит, ребят. Пугает нас. Видели? Встала. Отпугивает нас, ребят. Как правило, большинство таких встреч в этом сезоне происходило на так называемой базе Ильича, промежуточном лагере, на пути к перевалу от поселка Ушма, где раньше располагался за год пункт лесных дикоросов. Все эти видео сняты в разное время и разными людьми, но в одном месте. Путешественников предупреждают о вероятности встречи с медведем, но всякая такая встреча оказывается неожиданной. Сера, что это с ружьем-то? Мне ружьем достать, просто, ну, по кромке дуб сделать. Надо одну, одну, в берегу попасть. Если что, бежать, да? Ну, давай. Он ломает ветер. Он к водыки может поломать. Нету там ничего! Скотина! По словам старожилов, вся уральская тайга поделена между отдельными медвежьими семьями. И, как правило, лесных деликатесов хищникам хватает, чтобы не искать пропитания у людей. Но в этом году при обилии грибов в лесу оказалось очень мало ягод. А медведям, прежде чем залечь в зимнюю спячку, необходимо нагулять солидный жирок, который бы их кормил всю зиму. Поэтому недостаток ягод они возмещают другими продуктами. Там мишка, мишка, мишка. Это я говорю. Вон он, медведь. И как мы ночевать будем? Вам надо сваливать отсюда. Он уже здесь не первый день, он тут ходил. И машину повредил здесь, и в баню ходил. Вот поросит, а? Вон он гуляет. Еще одним фактором обилия медведей в уральских лесах этим летом стали лесные пожары в Ханты-Мансийском округе. Лишившись кормовой базы, самый крупный хищник России мигрирует в другие территории. А поскольку чужие леса уже поделены между местными медведями, отвоевывают жизненное пространство людей. Реально, вот это вот, скорее всего, медведь, потому что, вот, смотрите, доказательства того, что человек бы просто так не рвал, если человек. Прям лапа, видно, вот она, лапа. Все распотрошили. Слезли шоколадку. Это что было? Собачий корм. Это вкусно, что-то сладкое. Сладкий две съели. Собачий корм. Холва. Холва. И если на человеческой территории, в городах, селах, таких вот турбазах, медведи все-таки признают себя чужаками и побаиваются человека, то в своей родной среде встречи с ними могут быть крайне опасны. Вот это, ребята, красота. Первый раз вижу вот такое, чтобы большая медведица на дерево лезла. Вот охотники, смотрите, кто. Охотники, рыбаки, кто прячется на дерево, залез где-то и спрятался от медведя. Вживую, лично сам первый раз вижу там, да.